Война с уковой, пусть не мы Вьетнамская война на военную базу корейцев Радисту приходит сигнал о помощи Вроде ничего особенного Не считая, что просьба о помощи от отряда спецназа Который проебался в джунглях полгода назад Ничего странного, что пропавших на войне Приписывают к умершим и не ищут Смекаешь? Услик 3, это было ваше подразделение Сдохли они все нахуй Забегая наперед скажу, что либо перевод неправильный Либо режиссер решил создать вопрос Суть в том, что отряд был проебан полностью И выживших найдено не было И этот солдат не может быть из того отряда Но так как фильм для ценителей ужасов И мне лично нравится Скажу, что похуй на низ состыков Фильм это не портит Лучше и не скажешь Если у Америки Рэмбо накачанный брутальный жеребец То у корейцев худой, но не менее опасный А так как он главный герой То это не мешает ему и рядовому шароебиться Во время войны по борделям И не напрягает, что они могут зайти туда Откуда потом их вынесут В пакет их из вьетнамской пятерочки И больше кроме собак их никто не найдет Нет Обязательно, раз он главный герой То от перекура после секса Его прервет выстрелы автомата В соседней комнате А не лез к удару гранаты Возле его башки И по сценарию Из врагов ему суждено встретить одну бабу А не целый отряд боевиков Который, мягко говоря, недоволен Что их непостоянный 155-сантиметровый выбор Кем-то занят Я закончил свои дела А это капитан Тот, который любит, чтобы другие плавали в говне вместо него И раз пропавшая группа объявилась То надо найти или ее, или их останки Но у капитана другой взгляд на эти вещи В его столе есть копия жетонов пропавших ребят И он планирует, если их не найти То сделать вид, что так и так Они сдохли, чтобы потом не продолжить поиски Это круговое наебалово Я продал свою медицинскую карту за 50 долларов Зачем? Купить корову? Корову, мать его И вот обязательно, помимо лейтенанта и сержанта-головореза Который никак не знает, в какой карман положить Жетоны пропавших ребят Так еще с ними посылают ребят до 25 лет Которые едва закончили армию Так еще немножко послужили Это лучше, чем целый отряд спецназа Который можно тоже проебать Ведь в том секторе не вводятся враги и призраки Зачем тогда рисковать? Это просто пиздец какой-то Тут, скорее всего, их катер обладал Мало того, что стелс-системой Так еще и полным иммунитетом Врага на протяжении всего плавания Иначе как можно объяснить, что никто из врагов Который мог находиться на ничьей территории Не устроил шашлыки Параллельно не готовя пару гранатометов Против ихней барыжи Так бы и выкосили бы их первую половину Если бы стреляли профессионалы А не работники овощного рынка Но тут лейтенанту надо въебываться перед молодняком Забывая, что его путь мог бы и закончиться через 20 метров Если бы засаде был бы снайпер Или ботинки попали в вьетнамскую полтора килограммовую неожиданность Не, ну а че все зажались Это же баба, которая контужена И еще, возможно, смертельно ранен Но она еще жива И пока они мирились яйцами Лейтенант все обрубил Но и бинты их не дал Нехер стрелять Вдруг она еще выживет Хотя он позабыл, что пока идет впереди Ему могла бы дать прикурить еще одна очередь от врага Я очень серьезно настроен И обязательно надо прийти и обоссать все Особенно могильный камень А потом, дойдя к вечеру, начать орать и засирать кусты Не считая, что после той бойни Все на расстоянии пары километров Могли бы сейчас за ними следить И тупо угорать Типа, что за военные сели срать спиной к нам и не оставив караульных Забей Да и разведку они не решились послать В противном случае, их неудивление пробило бы дно Узнав, что они в 100 метрах от здания В котором может быть база Вьетконга Которые втихаря слушали Как те солдаты удачи срут и орут И повезло, что там не оказалось людей И в итоге их не окружили ночью Положив половину их срущей Обязательно надо пойти с троем Чтобы вражеский ракетчик ебанул бы по всем одним снарядом Или пулеметчик сидящий где-нибудь сбоку Великолепный план, просто охуенный, если я правильно понял Надежный, блять, как швейцарские часы Ну да, пойти сразу на поиски это, конечно, норм Особенно для засанца, который мало того, что проебал свой отряд Но они сами виноваты Оставив его без поддержки, так сказать Уйдя в сторону на вражеской территории Так он еще подзаебал призраков Мало того, что он не смог отличить их от своих людей Так еще он настолько их подзаебал, что они послали его просто нахуй Проще простого вашу мать Странно, что с такой логикой он еще по своим очередь не дал Насадили бы они его на штырь Если бы в этот момент им не помешал бы Биг Блэк и его банда И к концу ночью это, в принципе, нормальная ситуация Особенно для территорий вокруг Вьетконга Но это нормальная ситуация Особенно командир своей природной маскировки И пивка принесли, и истории рассказали Только как-то они начали забывать Что здание, может быть, в любой момент окружено врагом Может быть, а может и нет А может пошел ты Прилетели, чтобы скинуть вещи Свои вещи в заброшенном здании На территории врага Заебись Конечно, делать так могут только американцы Но иногда наши русские А если враг зайдет поссать И по следам найдет эту комнату И в итоге в этом здании будет целая штаб-квартира Вьетконга Которая так просто захватит весь этот сектор И которых не получится выбить Делов-то Как их вообще не убили Если караульные мало того, что не смотрят по сторонам Так еще и пиздят друг друга А лейтенанту привиделась киса-пися Неизвестно, откуда взялась на территорию Так еще в музыкальном НП3-плеере Оля Бузова запела Свои народные песни Пиздец у них ночка Не каждый выдержит Особенно перед сном Какое Ослепительное чувство Собственной важности Это Просто Охуенно Сэр Рядовой джанк Исчез Он должен был заступить на ряд Но Надо было доложить раньше Вот докладываю Парень хочет как лучше Но мозгов у него маловато Думаю с этим спорить не станет Но это нормально Если не подошла смена Надо ждать когда Возможный враг Который уработал Смену работает и тебя А потом и всех кто спит С таким надзором Странно, что Они вместо того, чтобы обыскать здание Решили снять труп И потом сразу идти на поиски Вокруг территории Ну и еще Минировать возле алтаря Пиздатая идея Особенно для призраков Кто так делает? Вы что там, шутки шутите со мной? Рядовой джанк Один из пропавших людей Вот это поворот! В принципе, понятно, что Сержант и лейтенант Не сразу запомнили лица солдат Но количество их Своило бы знать Так как, что по приезду У них появился неоткуда Тип, который еще и со всеми общался Что это вообще за отряд Если в него может проникнуть кто угодно Особенно если они идут Не на какую-то разведку А на спецмиссию Летеха тоже молодец Видя непонятно откуда Появившуюся бабу Особенно на их территории И ночью Решил пойти за ней А не позвать кого-нибудь Для подстраховки Зная, что если все пойдет Через жопу То через некоторое время В комнату, где все сидят Залетит оторванная голова Летехи Как знак того, что им Пиздец Но нет, ему, конечно же Везет Французский лагерь Был недалеко Я получил сообщение Какой-то Жак сообщал Он служит в армии Вместе с своим Братом-близнецом И что он скоро Заглянет на огонек Я получил передачу От Жака И Поля Они близнецы Жак и Поль Покойтесь с миром Он говорит, что Его зовут Поль Мы скоро к вам придем Я нахуй сваливаю Что за мудак Вместо того, чтобы Стрельнуть в призрака Или хотя бы Позвать подкрепление Он просто Схебывается Оставив пост И бежит К заминированному храму Чтобы на себе Ощутить Что такое быть Минером Да и отряд Тоже что-то тут И не проверили территорию А ведь враг Мог и оставить ответку Тоже В виде пары мин Конечно Они решают разделиться И как обычно бывает С обоими отрядами Что-то Дослучается Да и тут Летеха Наверное Пожалел Что не оставил Той бабе Пару бинтов Чтобы его Ночами не посещали Нежданщики С намеком И сержент Хитрожопа Кидает жетоны Зная что солдаты Его дебилы И даже Говно Могут спутать С растопленным шоколадом Еще бы мать твою Всем б** В этом отряде Даже Тот кто настроен На своеобразное Выполнение операции И то бежит В кусты Неизвестно за кем Не думая Что за поворотом Его уже могут ждать А раз он Известный Военный головорез То его О жопа Будет для врагов Слаще зефира Тупица С чего взяли Что это именно Те американцы Которые были Вьетнамская война Была с 65 По 73 Года И за все время Американцев погибло Или пропало Без вести Около 58200 Человек В самом фильме 74 год То есть уже Война как Закончена Но в йотконг Остался Более того Навряд ли Воевал только Один накачанный Черный парень Сержант Бек Что ж Это логично Сначала Вы проебали Сержанта Который умудрился Упасть не только Выжить Но еще Не сломать себе ноги А потом И пропавший отряд Нашли Либо Они нашли вас Вместо того Чтобы сорвать Ихние жетоны И съебаться Просто устроили панику Да еще и среди тех Кто может И в своих шмаль Нормально Ну увидел призрака Ну подойди Дай ему Ногой в каску И он прячется Там Ну да Стрянуть в сторону Движение Это нормальная идея Особенно не знаю Где второй отряд Но молодец Убил своего Придурка Хотя Тот мудин Сам виноват Дав тому Слишком тупой совет Ну блять Ну бред какой-то Может быть Американцы Были призраками Или просто попали Во временную дыру Где видели в прошлом Американцев Которые уже были Убиты Все глупо И странно Особенно Выбивать дверь Не думая Что ловкие американцы Могли бы Поставить Растяжечку Для таких ситуаций Пока никто не видит Похеру Американцы прилетели Ночью Потому что туман Корейцы не хотят Ночью Потому что Темно Не знают что делать Кроме как выживать Но в этом им помогает Сержант Которого Вовремя Приклинило Да и Мины Начали взрываться Намекая на то Что скоро Придет Пиздец Чтобы Ставили чайничек Это будет весело Твои слова Бодиться Как не годится Бодиться Ну Прибав чай Они начали Решать Кто пойдет И выискать Призрак решил им помочь Но лейтенант Который не хотел Еще одного сержанта Решил Немножко Помешать Ну не особо Получилось Но найдя фото На котором Была та баба Он понял Что Она им заинтересована И скоро Придет Так сказать Свататься Но она Не в его вкусе И элегантным способом Он решает Выпилиться руками Своего бойца Вместо того Чтобы Тупо Плюнуть ей в рожу И закрыть глаза Так как Физически Она Ничего не сделает